С 1 января 2020 года размер материнского капитала составляет 616 617 рублей. Он предназначен семьям, у которых родился второй ребенок или последующий. Но при условии, что ранее такой меры поддержки от государства родители не воспользовались. С этого года сертификат могут получить и те, у кого появился первенец. Тогда сумма составит 466 617 рублей. В статью 3 федерального закона 256 внесены изменения, то есть расширен круг лиц. С 1 января 2020 года материнский сертификат выдается мамам, которые родили первого ребенка с 1 января 2020 года. Также материнский капитал могут получить мужчины, которые усыновили первого ребенка с января 2020 года, то есть когда вступил в силу уже решение суда, и которые ранее не воспользовались сертификатом. С 15 апреля материнский капитал будет оформляться автоматически. То есть пенсионный фонд получит информацию о родителях из личного кабинета на сайте ПФР, ЗАГСа или же портала предоставления государственных услуг. Раньше, если распоряжаются материнским капиталом, нотариально должны были оформлять обязательства. Вот это нотариальное обязательство, оно сейчас исключается, не будет надобности ходить. То есть если они имеют материнский сертификат, они должны сразу при распоряжении выделить доли детям. Нотариальное обязательство не будет. И еще новшество будет введено, это то, что у нас по закону, федеральный закон до декабря 2020 года был расширен срок этого закона. И он будет действовать до 31 декабря 2026 года. Кроме того, заявление на использование материнского капитала при покупке или строительстве жилья у плате первого взноса можно заполнить сразу в банке. Стоит помнить, что приобрести землю или автомобиль на средства сертификата невозможно. Можно лишь улучшить жилищные условия, оплатить детский сад или обучение ребенка, либо же отложить на пенсию мамы. Зульфия Амирвазад, Давлечина, информационная программа «Время новостей».